Сегодня я вам покажу, как нужно утюжить юбочку. Давайте смотрим вот сюда. Юбочка утюжится в два приема. Первый раз мы утюжим ее, одевая на гладильную доску сверху вниз. Я уже это все поутюжила и обращаю ваше внимание на работу с выточками. Видите, какие кусочки, кончики вот этих выточек, они должны располагаться близко к краю гладильной доски, чтобы мы могли иметь возможность вот так аккуратненько сутюжить конечную точку вот этой выточки. И остываем. Я уже вот это все поутюжила. Сами выточки отгибаются к центру. Шовчики вот так у нас разутюживаются. После этого, после того, как мы пройдем по кругу верхнюю часть, мы переворачиваем свою юбочку, одеваем на гладильную доску ее вот таким вот образом. Расправляем сначала любая утюжка идет руками. Сухая утюжка, как я ее называю. Расправьте свое изделие как следует. И только потом начинайте работать. И в этот момент всегда немножко вытягивайте свои шовчики. Утюжком вот сюда придавили, подтянули чуть-чуть его левой рукой, да? И пошли, 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 пошли. И так как немножко у меня дуется вот этот шовчик, я его хорошо нагрела. И любое приспособление, которое помогает вам прижать и дать возможность остыть немножко этому шовчику. Вот так, вот так, вот так. Это и деревянные колодочки могут быть, и все что угодно. Вот так вы поутюжили этот шовчик. И так дальше по кругу. Посмотрите, дошли мы до выточки, вот до этой, да? И особое внимание сейчас вот этому фрагменту мы уделяем. Мы должны вот этот пузырек тоже сутюжить. И таким образом, хотя у нас вроде бы ткань очень гладкая и не мнущаяся, я прорабатываю утюжу ткань всегда целиком. Нельзя какой-то шовчик поутюжить, а серединку изделия утюгом не трогать. Даже если она не замятая, обязательно нужно это выполнять. Опять, сухая утюжка ручками, и только потом мы вот так вот это все утюжим. И сутюживаем вот этот пузыречек, который был у нас переходом. Вот так, вот так вот терпим, 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 и зажимаем это все пальчиками. Ну и последний шовчик, допустим, так мы идем всю юбочку по кругу. Эта юбочка у нас еще две складки содержит, но это не характерно для любой юбочки. Поэтому примерно это будет выглядеть вот как-то так. Так я показала вам сегодня, посмотрите на меня, как работать с выточками и как утюжить, если коротко. Продолжение следует...